Для лучшего понимания чуть усложним проект, добавим Logout. Теперь при клике на Logout будет динамически подгружаться функционал Logout. Если сейчас запустить сборочку в AppPack, то у нас генерировались уже три файла. Здесь в 1.1 очевидно Login, в 2.2 теперь Logout, а в AppJS код который их подключает, 1 и 2. Других модулей здесь нет. Если в процессе разработки образовалось слишком много таких небольших кусочков, то их можно объединить. Для этого мы сейчас воспользуемся третьим аргументом функции require.insure. Третий аргумент позволяет задать имя кусочка сборки. В данном случае Login и Logout это авторизация, пусть будет out. И если два require.insure имеют одно имя, то они генерируют единый кусочек сборки. То есть я это скопирую вот сюда же, удалю старые файлы и перезапущу сборочку в AppPack. Теперь у нас AppJS и 1.else.js. Всего два кусочка. В 1.else теперь находятся Login и Logout, а App.js их подключает. Заметим, что у require.e есть аргумент вот этот вот. И он обозначает идентификатор куска сборки. В данном случае 1. То есть поэтому вот здесь вот и здесь первый кусочек сборки. Видите? Тут id, точка, имя. Такой шаблон по умолчанию. А в Callback мы используем здесь единичка и здесь двойка. В Callback в AppPack require мы пишем идентификатор модуля. То есть здесь идентификатор куска сборки, а здесь модуля. Один кусочек сборки может включать несколько модулей. Так здесь и получается. Видите? Вот и этот, и этот включает себя. Совершенно нормально. В документации в AppPack есть также несколько плагинов, которые уменьшают количество кусков. Например, LimitChunkCountPlugin. Можно задать максимальное количество кусочков сборки, которое может быть, и плагин их сольет, начиная с самых маленьких, чтобы было не больше, чем задано. Или MinChunkSizePlugin. Можно указать минимальный размер кусочка сборки. И тогда слишком маленькие кусочки будут объединены вместе. Также есть еще AggressiveMergingPlugin. Посмотрите, если интересно. Эти плагины могут быть полезны, но стоит учесть, что такая автоматическая обработка, она менее эффективна, чем наша. В AppPack позволяет явно указать, какие модули в какие куски сборки должны идти. И так как мы знаем наше приложение, то мы конечно сделаем это эффективнее.